Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже за реальные бабки, правда не за голду, появилась пиранья. Условно тяжелый танк 10 уровня, который мы с вами обязательно заценим чуть позже, буквально через минуту-две, когда перейдем на Wargaming Game Center, потому что играть через Steam, на котором я могу показать вам ценники в реальном бабле, у меня, к сожалению, возможности нет, но уж больно все притормаживает. Что могу сказать от себя в отношении набора? 30 баксов, и я не могу назвать данный набор, ну прям уж совсем выгодным. 30 долларов это при хорошем донате 30 тысяч голды, тогда когда вы берете какие-то индивидуальные предложения, подписки на золото и так далее. Ну а если говорить о реальной цене золота в нашей игре на сегодняшний день, то в целом вроде бы и неплохо. Не знаю, по ценнику, ребята, определяйтесь самостоятельно. В отношении того, что здесь есть, сама пиранья, внешний вид на данную тачку, есть по 3 контейнера, мистический и собери их все, можете взять себе еще сниппетов, для того, чтобы закончить проходить сезон. Ну и плюс к тому получите бустера на голду, которые неплохо сможете реализовать на 10 уровне, и в любом случае своих 300 золота вы заберете, даже если сольете все 30 каток. Плюс к тому есть икс 5 в количестве 30 штучек на пиранью, и на ней, да, действительно можно неплохо реализовать данные иксы. Ну а если вы ожидаете, что это тяжелый танк, то все-таки у вас это не получится сделать качественно. Плюс к тому есть открытое все оборудование, а это порядка 3,5 миллионов серебра, уж точной экономии с вашей серебряной копилки. Что такое 30 баксов в золоте? Ну давайте сразу посмотрим, какие есть варианты. Если мы посмотрим с вами на акционные ресурсы, то за 30 долларов вам предлагают 12,5 тысяч золота плюс 5 черных ящиков, из которых тоже голдишки какой-то соберете, ну в лучшем случае 1014-15 набежит. Если посмотрите не акционные предложения, то тогда на своих 30 баксов вы можете приобрести себе, ну допустим 17 тысяч золота плюс 3000 золота. Вот получается 20-ка, но это просто голая голда и возможно потом когда-нибудь немножечко, чуть-чуть дороже, нежели 20 тысяч, выставят пиранью на продажу в составе какого-нибудь наборчика, а может и за те же самые 20. Поэтому в отношении стоимости, безусловно, определяйте самостоятельно, ну а я пока перехожу на свой основной аккаунт, но уже на ВГ, для того, чтобы на пираньке выехать в катку. Ну что ж, как говорил Карлсон, продолжаем разговор, ну и разговор наш пойдет о пиране, и в первую очередь хотелось бы показать вам технические характеристики по орудию. По орудию, ребят, здесь действительно весело, классно, прикольно, время сведения 3.4, разброс 330, ДПМ целых 3272 единицы, но реализовать его сможете далеко не всегда, просто потому что машина не сильно живучая, если вы с этим сможете совладать, тогда да, реализовывайте, кто вам мешает. В отношении времени перезарядки здесь очень клево, 7.34, ну и по пробитию он тоже неплохо, 250 мм, как-никак. Плюс к тому накидывайте через каждые неполные 7.5 секунд по целых 400 единиц альфы, это действительно тоже довольно-таки круто. Угол склонения орудия вниз минус 10, комфортно, играбельно, на неровностях, но ни в коем случае не для игры от башни. Дело в том, что данная машина абсолютно не обладает бронированием как таковым. Ну как ни крути, танковать здесь, ребят, по факту нечем. Если хорошенько присмотреться, то это типичный средний танк, даже немножко хуже, нежели типичный средний танк по бронированию. На удивление, кепка имеет хоть какую-то броню, я имею ввиду комбашню, но не спешите радоваться, ее тоже будут пробивать. Здесь 224 мм с приведенкой, 220 в прямой проекции. Короче говоря, бьют вполне спокойно. Ну, может, какой-то лентяй, у которого пробитие совсем ниже, тот пробить вас не сможет. Да и зачем, в принципе, выцеливать, если у вас есть обалденный картонный корпус и просто обалденно картонная башня. Короче говоря, почему я и говорил, что это крайне условно тяжелый танк. От тяжелого танка здесь размеры, однозначно вопросов нет. И здесь от названия еще можно отойти немножко подальше, но вернуться к нему, если посмотреть на значок. Все, дальше отходим точно от названия тяжелый танк и просто рассматриваем пиранию как пиранию. Но чем же она все-таки хороша? Помимо того, что у него крайне, крайне хорошее орудие в отношении точности и скорострельности, обратите внимание на технические характеристики по двигателю. Это один из самых подвижных тяжелых танков. Да нет, он, наверное, самый подвижный танк и с ним может соперничать только объект 260-й, но прям совсем другая история. 50 километров в час вперед и 15 назад. Короче говоря, ребят, относитесь к Т-95Е6 пиранье именно как к среднему танку, а не как к тяжу. Ну и тогда, как я говорю, будет вам счастье. Ну что, берем пираньку и поехали покатаемся. Ну что, ребят, поехали. Давайте сразу определимся, что такое пиранье. Пиранье – это танк размером с типичный тяжелый танк, но с бронированием от среднего танка, с подвижностью от среднего танка, со скорострельностью и точностью опять-таки среднего танка. И да, стоит отметить, что дополнительным позитивом этого по факту среднего танка является то, что у него ХП от тяжа. 2438 в моем случае. В общем и целом, если вы будете относиться к этой машине именно как к среднему танку, а не как к тяжу, то будет вам счастье, будете получать удовольствие от боев. Ну и, соответственно, сразу. Сразу забывайте о таком понятии, как танковать, ромбовать. Ну и, короче говоря, всякого рода выпендриваться для того, чтобы вас не пробили. Пробивать вас будут, никуда вы не денетесь, что бы вы при этом не творили. Какие-то рандомные рикошеты, безусловно, вы будете получать, но, поверьте мне, случаться это будет не так уж и часто. Поэтому каждый раз, как вы выезжаете на своего соперника, знайте, сейчас вы получите тычку и явно получите заслуженного урона. Так, смотрим, где наш супер конь катается. Вот он, красавец. В чем хороша пиранья, так это в том, что на ней действительно очень классно как догонять, так и убегать. Это факт. Ну и плюс к тому, на ней довольно прикольно можно крутить всякого рода ттехи. Такие неподвижные, допустим, как Маус, или не очень бодро поворачиваясь башней, как у супер коня. Короче говоря, определенные плюсы есть. Но, опять-таки, все это благодаря тому, что есть понимание того, что это далеко не тяжелый танк. Так, поехали нашим помогать. ДВПха сейчас бедная разрядилась, им, понятное дело, тычек получают прям одну за другой. Ладно, добирай ты его, а мы поедем кого-нибудь другого искать, для того, чтобы поразгрызать. Вгрызться кому-то, уж простите, в задницу пиранья действительно умеет. И порой, когда я пиранью встречаю в боях в умелых руках, то мне пиранья доставляет забот, ну прям очень много. И очень часто я откалываюсь и ухожу в ангар, потому что там просто нечего противопоставить. Когда ты играешь на каком-нибудь тяжелом танке, то ты в любом случае сталкиваешься с такими показателями, как не сильно хорошая КД или не бодро поворачивающаяся башня, а при этом еще и не сильно бодро поворачивающийся танк в целом. Ну а пиранья, понятное дело, переигрывает тебя и, соответственно, отправляет тебя отдыхать. По точности пиранька мне всегда нравилась, на дальних расстояниях играется очень комфортно, очень приятно. По скорострельности тоже очень бодро, по времени сведения хотелось бы, чтобы было, ну прям, знаете, там на какую-то доляху быстрее, но в целом это больше, чем, простите, больше придирка, чем констатация факта. Вполне себе бодрые показатели. Че у нас здесь? Два фрага, ребят. Абсолютно ничего не делая, с весельем, фанами, озорством, покатавшись по карте и объехав карту полностью по кругу. И это, ребят, тяжелый танк, и не за 7 минут, а приблизительно за половину боя, причем останавливаясь на определенных участках, для того, чтобы понакидывать тройку-другую выстрелов, ну и, соответственно, накосить немножечко уроном. Че в итоге получаем? Два фрага, 3000 нанесенного урона, знак классности третьей степени, и что это в пределах нашей команды? Я думаю, что второе место есть точно, а может даже и первое. Ну, сейчас посмотрим, может кто-то больше накидал. Маус. Маус меня обходит. Ну да бог с ним. Занимаю второе место с несущественным отрывом нашего лидера, и, честно говоря, пиранька так играется практически постоянно, если понимать, в чем ее плюсы, а главное помнить, в чем конкретно ее минусы. Нельзя стоять как баранина, надеясь на то, что тебя не пробьют. Нет смысла танковать и ромбовать, стоя за какими-то укрытиями, типа домов, разбитых автомобилей, еще чего-то. Пиранье для этого не предназначено однозначно. Что могу сказать от себя? Танк интересный танк, веселый танк, достоин внимания однозначно, но только для любителей СТ-шек, которые хотят поиграть на более заряженной СТ-хе, в первую очередь ХП-шкой и уроном. Ну а в отношении ТТ-водов, ребят, это не тяжелый танк, поэтому, наверное, для вас он, скорее всего, не подойдет. Ну или наоборот, принесет ваш геймплей на тяжелых танках в какую-то новую изюминку. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне буду благодарен за ваш лайкосик, но от меня лично мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok